На правах хозяев, гостей вот уже девятый год подряд встречает городской военно-исторический клуб. В этом году для участия в выставке в Мариуполь приехало свыше 20 человек. Из Донецка, Севастополя, Симферополя, Днепропетровска, Запорожья, Ростова-на-Дону и других городов Украины и России. Мариуполь представляли 15 моделистов. Кроме того, на этой выставке были свои заочники. Их модели привезли товарищи по увлечению. В рамках выставки было запланировано проведение тематических конкурсов и интернет-голосования. Мы решили в этом году провести интернет-голосование на ресурсах, скажем так, не только украинских и российских, также будут английские ресурсы задействованы. В режиме онлайна будут выложены фотографии моделей в номинации «Лучший реактивный советский самолет». И по голосованию моделистов мира будет выбран победитель. У нас на сегодняшний год очень широкий спектр номинаций, хорошо поданы юниоры, то есть никто не уйдет обиженным. На каждую номинацию есть призы, начиная с моделей, заканчивая какими-то аксессуарами для изготовления моделей. В числе признанных мастеров Сергей Вилигура, моделист с 40-летним стажем, кандидат в мастера спорта по стендовому судомоделизму, член сборной области. В его активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионата в Украине. Даже опытные моделисты удивляются, когда узнают, что копии Вилигуры сделаны из бумаги. Помимо бронетехники, в этот раз на выставку он, диспетчер Мариупольского портофлота, представил копию ледокола Степан Макаров, на котором плавал его дедушка. Построенный в Англии до Октябрьской революции и изрядно поработавший в Заполярье, с 1926 по 1941 год ледокол был приписан к Мариупольскому порту. Два года я разыскивал материалы по нему. В итоге пришлось восстанавливать облик судна по буквально трём-пяти сохранившимся фотографиям старым и буквально двум схемам общего расположения, которые мне прислал автор книги «Ледокольный флот России» Владимир Юрьевич Андриенко из Санкт-Петербурга. В числе российских корифеев моделизма – ростовчанин Вячеслав Демченко. Он автор многочисленных статей в специальной литературе. Работает с копиями самолётов в масштабах 1 к 32 и 1 к 48. Считает важной и интересной работу с мелкими деталями, имитацию следов эксплуатации и боевых повреждений, чтобы максимально реалистично воспроизвести внешний облик оригинала. Тут играет роль не только геометрические размеры, соответствия, но и с помощью различных эффектов внешних, передачи именно образа. Например, в танках бывают такие работы интересные, где ощущается движение и мощь самого танка. Иногородние и зарубежные гости, побывавшие на многих выставках в областных центрах и даже в столицах, отметили высокий уровень организации выставки «Донбасс технохобби». Высокий очень уровень. Очень здорово, красивое место, великолепная галерея, картины интересные. Кроме моделей ещё можно картины посмотреть. Количество посетителей этих двух дней будет столь многочисленное, что мы можем говорить об успешности. И военно-исторического клуба, и вообще как бы моделирование. Те участники, которые вот сегодня не совсем, скажем, погожий день приехали к нам даже из России, говорят о том, что интерес к этому удивительному творчеству талантливых людей в нашем городе довольно большой. Александр Бузулук, Александр Нургердеев. Программа «События недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова